Гости заповедника Кержинский могут перемещаться по лесу только по специальному деревянному настилу, так называемой экотропе. Ее протяженность 2,5 километра. Она была проложена в 2011 году силами волонтеров и уже нуждается в реставрации. Настил находится на открытом воздухе от дождя, зимой от снега, в общем от воздействия всяких природных факторов он пришел в негодность. И люди по нему все-таки ходят каждый год. Тоже это нагрузка серьезная, поэтому мы решили, что настил уже пора заменить. Часть изгнивших досок уже заменили на новые. Обновлять тропу активно помогают ребята из Борского психоневрологического интерната. Вынести старые щиты из заповедной зоны под силу только крепким волонтерам. Добровольцы с этим справляются в один присест. Одолевают комары, палит солнце, но все трудности переносятся стоически. Я вообще-то люблю работать. Эти же ребята 7 лет назад укладывали на экотропу первые щиты. Только тогда конструкции были новенькими из свежеструганных досок. Добровольцы из ПНИ приезжают в заповедник несколько раз в году. Когда мусор убрать, когда порядок навести. Каждый такой выезд для ребят – долгожданное событие. Они относятся вообще с желанием, с охотой. Они даже когда мы долго какой-то период не едем, они спрашивают, а когда мы поедем? А почему мы не едем? В чем дело? А почему нас не зовут? Тут свежий воздух, вообще такая красотища. А когда вот грибы, ягоды – это вообще неописуемая красота. Они на это смотрят и получают наслаждение. Штат охраны заповедника составляют 9 человек. Текущей работы инспекторам хватает. Обустройство тропы не входит в их обязанности, но все же они этим занимаются. Поэтому помощь волонтеров ценят здесь особенно. Хотим сказать огромное спасибо ребятам за то, что они прибирают эти настилы. Иначе бы это все досталось нам. Спасибо большое. В настоящее время обновлена лишь часть экотропы. Еще на многих участках настил нужно менять. К этой работе могут присоединиться все желающие. Нам вот реально нужна вот такая вот мужская сила. Поэтому еще будет работы много. Мы обычно в своем сайте и в соцсетях размещаем объявления о вот этих вот волонтерских акциях. И поэтому, если за ними следить, можно поучаствовать в разборе остальной части тропы. Наталья Синяева, Иван Невский. Специально для ННТВ.